приветствую вас на канале райвика сегодня я вам предлагаю посмотреть и при желании тоже приготовить просто великолепное блюдо у нас два в одном ну это одно блюдо но в два этапа и мы будем делать печеночный пасчет в слоеных нет не в слоеных в песочных вот песочных корзиночках и первое с чего нужно начать это подготовить печень у меня тут где-то 600 грамм печени я ее порезала на вот такие кусочки небольшие не мелкие для того чтобы печень была очень нежная вкусная и не горчила мы ее на три часа в молоке вымочим соответственно я добавляю в емкость сюда печеночку и заливаю молоком полностью покрыла печенку молоком вот так сделаем и оставляю ее на три часа пока она себе тут вымачивается становится супер-пупер вкусной и нежной сейчас быстро сделаем тесто для песочных корзиночек тесто делает очень легко минимум ингредиентов максимум наслаждения а тут у меня 300 грамм просеянной муки добавляю пол чайной ложки сахара пол чайной ложки соды пищевой пол чайной ложки соли добавляю два яйца и добавляем 50 миллилитров подсолнечного масла которое без запаха сейчас я перемешаю вилкой а потом буду тесто вымешивать руками мешаем мешаем вилочкой руками да вы до вымесим наше тесто муки не добавляйте этого достаточно тесто у нас получается вот такое рассыпчатое и теперь мы будем возьмем формочки и будем формочки его выкладывать играться песочниц у меня есть такие красивая вот формочка для корзинок ну для кексов маффинов и теперь я тут добавлю в них по чуть-чуть тесто и буду делать формировать корзиночку то есть я вот вот так тоненьким слоем есть конечно специальные формочки именно для корзинок но это нужно идти бегать в магазин искать их покупать я сделал этой форме думаю что тоже должно получиться я сделала 12 таких корзиночек и отправляю в разогретую духовку на 100 при 180 градусов буквально на 15-20 минут ну что вы готовы уже к приготовлению самого вкусного по счета смотрите мы уже испекли наши корзиночки прям супер-пупер такие формочка снаружи очень красивая и пустая внутри пока что нам важно понять именно принцип приготовления поймете принцип приготовления всегда будете делать самый вкусный по счету неважно из чего из свиной печенки куриной утиной не имеет значения вот уже прошло 3 часа видите молоко впитала чуть-чуть ненужного из печенки и она стала у нас очень нежной чистой а теперь я крупного так нарезаю 2 лука вы видите передо мной и две морковки не надо мелко резать достаточно вот такими крупными кусками вот так хоп хоп минута времени какая минута 20 секунд все готово приступаем к сковороде идем к плите сковороду наливаем где-то вот сколько тут две три столовых ложки оливкового масла если нету оливкового то естественно используйте подсолнечное ничего страшного и добавляем кусочек сливочного масла тут я думаю грамм 30 у меня и мы должны это все дело растопить кипящее масло мы добавляем порезанный лук с морковкой и на среднем огне нам нужно обжарить до золотистого цвета ну морковка будет еще более золотистей а лук будет чуть мягче пока жарится лук с морковкой мы снова приступаем к печени нужно слить первым делом молоко слили молоко и нам нужно вот видите у нас же такие куски были я вам уже показывала мы их порежем на три части где-то чуть-чуть измельчим даже на 4 не сильно большие не сильно маленькие оба на 4 части я говорила что молоко убирает горечь с печенки поэтому мы ее замачиваем в молоке также молоко делает ее более нежное более мягкой убирает специфический запах печенки кто не любит запах который издает печеночка молоко это все убирает и у нас получается аля изысканное вкусное нежное ароматное полезное блюдо вот так вот обжарился лук с морковочкой и мы сюда добавляем печеночку и на среднем огне будем тушить жарить пока не обжарится и печеночка на среднем огне периодически помешивайте не спите иначе она вас подгорит 20 минут мы не спали а жарили и теперь прожарилась печень я подсолю ее только на этом этапе мы подсаливаем и черный перец больше ничего другого не надо никакие там травы и приправы черный перец соль достаточно печень любит жирок то есть масло да и теперь ее нужно насытить еще и кислородом мы добавляем чуть-чуть кипятка вот вот столько оно почти покрыло сковороду и мы тушим до того момента пока не выкипит вот эта вода минут пять жидкость у нас уже почти испарилась практически нету и осталось добавить самый последний самый главный самый вкусный приятный ароматный ингредиент это ну что выпьем нет не выпьем мы добавляем сюда буквально 30 грамм рома красного если у вас нету рома то нужно добавить коньячок и буквально мы должны выпарить алкоголь и у нас останется вкус нашего рома в печеночке и это будет мама дорогая держите меня семеро буквально еще минуты две протушу пока все не испарится наколдовали мы над печеночкой она до сих пор печенка и для того чтобы это был пасчет нам нужно измельчить я буду измельчать в блендере если у вас нету блендера то пропустите ее через мясорубку и буквально пару минут и будет уже готовый пасчет измельчаем поехали а вот и готовый пасчет и теперь сейчас сделаем уже последние буквально штрихи конечно можно не заморачиваться я вам потом покажу чтобы не заморачиваться я сейчас заморочить вначале потом покажу без заморочки а тут у меня две ложки майонеза и я выдавлю сюда два зубчика чеснока на чесночок перемешать с майонезом и сюда добавить теперь наш готовый пасчет немного и немало столько сколько мы хотим и теперь пасчет перемешаем с майонезом и с чесночком будет такая супер-пупер оригинальная закусочка пасчетная чесночная полезная зимой самое но никакой вирус никакой вампир к вам не пристанет будете вы и сытые и здоровая и живые самое главное и теперь берем нашу корзиночку и сюда буквально так хоп ложечку полторы ложечки по щетика о какая закусочка о какая вкусняшечка боже держите меня я уже не могу надо завершить процесс она прямо мега-мега вкусное давайте еще сделаем такую как у меня зайчик тут зайчик мы все тут зайчики мы все тут зайчики ну шо чуть-чуть позаморочились зато смотрите у нас супер вкусная закуска печеночная готова очень вкусный пасчет и я вам рекомендую готовить не лениться ну и как я говорила что если вы хотите без заморочки можно не выпекать наши корзиночки а взять пасчет взять сухарик и просто делаем вот так оба и на сухарик мы мажем пасчетик и так и так будет вкусно но еще вкуснее когда мы все печем самостоятельно в общем то это вкусно это полезно это интересно поэтому ставьте лайк этому видео если вы не подписаны на канал не забываем жмите обязательно эту кнопку красненькую подписаться и ищите вот этот колокольчик нажимаем на него чтобы не пропустить новые видео с вами я раевика и до новых встреч живите вкусно ярко и счастливо пока пока а а